Добрый день! В 14-й по счёту лекции мы продолжим говорить о двигательной системе. Мышечный тонус – важный индикатор наличия и локализации патологии. При его исследовании может возникнуть много трудностей. Убедитесь, что пациент расслаблен. Повторяйте каждое движение с разной скоростью. Часто мы видим, что пациент не может расслабиться. При требовании расслабиться эта ситуация только усугубляется. Такой ситуацией может помочь разговор на отвлечённую тему или просьбу считать от ста до единицы. Итак, возьмите ладонь пациента, как будто собираетесь совершить рукопожатие, при этом другой рукой удерживайте предплечье. Для начала осуществите супинацию и пронацию в предплечье. Затем осуществите вращение ладони в лучезапясном суставе. Придерживайте предплечье и локоть и осуществите максимальную флексию и экстензию в локтевом суставе. Для оценки тонуса в бедре покрутите колено пациента, лежащего на спине с выпрямленными расслабленными ногами, из стороны в сторону, как это показано на рисунке. Затем подсуньте ладонь под колено пациента и быстро поднимите его ногу вверх. Следите за пяткой. Далее, удерживая одной рукой колено, а другой лодыжку пациента, осуществите сгибание и разгибание в коленном суставе. Для оценки тонуса в голеностопном суставе, осуществите подошвенное и тыльное сгибание стопы пациента, придерживая рукой его лодыжку. Нормальный тонус мы видим легкое сопротивление при движениях. Пятка минимально отрывается от постели при резком подъеме ноги под колено. Сниженный тонус это снижение сопротивления при движениях. Пятка не отрывается от постели при резком подъеме ноги под колено. Повышенный тонус Повышенный тонус, внезапное увеличение сопротивления, пятка легко поднимается над кроватью при резком подъеме ноги под коленом, спастичность, повышение тонуса во время всего движения, как будто внутри конечности находится свинцовая труба, ригидность, регулярное периодическое снижение мышечного тонуса во время движения, феномен зубчатого колеса. Пациент как будто сопротивляется вашим попыткам двигать его конечностью. Диггенхальден или паратония. Миотония – медленное расслабление после движения. Пациента просят сжать руку в кулак и немедленно распрямить обратно. При миотонии ладонь распрямляется медленно. Дистония – аномальная поза пациента с сокращением мышц агонистов и антагонистов. Перкуссионная миотония. При перкуссии мышц кончиком пальца образуются углубления. Лучше всего это видно на ладони. Обдуктор полицис бревис. Или на языке. Итак, что значит находки? Гипотония или атония обычно связана с поражением нижнего мотонейрона или мозжечка. Вот здесь мы видим гипотонию в конечностях у пациента с мозжечковым поражением. Редкие причины – миопатия, спинальный шок, то есть острая стадия повреждения спинного мозга и хорея. В спастичности – это поражение верхнего мотонейрона. Ригидность и феномен зубчатого колеса – экстрапирамидные синдромы, например, болезнь Паркинсона или лекарственной паркинсонизм. Паратония – двустороннее поражение лобных долей, например, церебровоскулярное заболевание или лобная деменция. Миотония – это врожденная миотония или миотоническая дистрофия. При последний характерный внешний вид пациента залыслен на лбу, птоз, а также катаракта, нарушение сердечно-проводимости. Перкуссионная миотония может встречаться при обеих расстройствах. Благодарю за внимание.